Какое презрение. Все либералы считают, что все можно купить. Квартиру, кадиллак, араба. Если мы поднимем их уровень жизни, они станут хорошими арабами. Нельзя купить национальную гордость араба, проведя ему канализацию или электричество. Или сказав ему, мы пришли в эту страну, когда она была пустыней, и превратили ее в сад. Это можно услышать в еврейском национальном фонде, на обеде, ужине, завтраке. По любому поводу, мы пришли в пустыню и превратили ее в сад. Попробуйте сказать это арабу, и он вам ответит. Вы правы, но это была моя пустыня, а теперь это ваш сад. Я очень хорошо понимаю арабов. Они понимают меня, и никто из нас не понимает евреев. Послушайте израильских министров. Они рассуждают, как Киплинг. Мы поднимем их уровень жизни. Раньше арабы были неграмотны, а теперь 4 тысячи из них учатся в университетах Израиля. Возрадуемся! 4 тысячи арабов учатся в наших университетах. Вы знаете, кто самые опасные арабы в Израиле? Студенты университетов. Революции создают не невежды, а интеллектуалы, которые мы в своем еврейском безумстве сами вырастили. У них полные дипломы. Вот оно, руководство ОООП завтрашнего дня. Меня спрашивают, есть ли вообще хорошие арабы? Это невероятный вопрос. Они все хорошие арабы. Проблема в том, что за этим вопросом скрывается презрение. Что имеет в виду еврейский лидер, когда спрашивает, «Разве нет хороших арабов?» Под хорошим арабом он имеет в виду такого араба, который, несмотря на то, что он считает эту страну своей, а евреев считает ворами, тем не менее принимает факт, что сейчас это Израиль. Вот он, хороший араб, хороший предатель. Хороший араб? Они все хорошие. Потому что для меня хороший араб – это то же самое, что и хороший еврей. Хороший еврей – это тот, кто хочет, чтобы Израиль был еврейским государством. Хороший араб – это тот, кто хочет, чтобы Израиль был Палестиной. Я уважаю араба. Его нельзя купить. Есть ли в этом зале хотя бы один человек, кто считает, что арабу нравится жить в стране под названием «еврейское государство». Вам самим понравилось бы жить в христианском государстве? Вот арабу это нравится не больше.